Встречайте, Тамбовский Волк или Валерий Житков? Сань, на пару слов, пожалуйста, я тебя прошу. Добрый вечер. Добрый вечер всем. По традиции привет вам от всего авторства ЛЦЕХа нашей студии «Квартал 95». Номер навеян фестивалем. По сути, наш фестиваль – это официальное начало лета, официальное открытие пляжного сезона. И естественно, что все присутствующие так или иначе к этому готовились. Кто-то сидел на диете, кто-то ходил в спортзал, чтобы предстать на пляже во всей красе. Да, некоторым так не терпелось показать свои успехи, что они начали ходить в плавках еще в самолете. Не, ну успехи есть, это видно, все молодцы. По пляжу ходят сотни подтянутых мужчин. Ну, просто многие из них при этом молчат, и у них немножко выпученные глаза. Это потому, что они еще утром при выходе из номера втянули живот и терпят, да, до самого вечера. Прием хороший, но, к сожалению, подходит не всем. Бывают такие животы, что если втянуть его полностью, то можно сломать себе позвоночник. Но я не о них. Есть и мужчины, которых действительно хочется похвалить. Они за год прокачали себе вообще все возможные мышцы, и теперь, чтобы ни одна из них не осталась незамеченной, они ходят по пляжу исключительно в стрингах. Причем надевают их таким интересным способом, что стринги видно только спереди. Да, вот. Ну, на самом деле это все нормально. Все мы хотим казаться красивыми и производить впечатление. Но во всем, знаете, во всем нужно знать меру. И вот, например, есть такие девушки, которые любят на общественных пляжах загорать топлес. Причем делают это с таким невозмутимым видом, как будто ей не 24 года, а 6, да? Или 92. То есть, ну, просто я понимаю, да, вы хотите убить двух зайцев и позагорать, и похвастаться, но на пляже есть дети. Более того, на пляже есть мужчины, которые счастливы в браке уже долгие-долгие годы. И зачем им это? Просто вы сейчас оденетесь и уйдете, да, им нужно будет как-то с этим продолжать быть счастливыми. И во всем нужно знать меру. Вот даже с теми же диетами, да, не все ее знают. Вот даже среди нас есть такие странные ребята. Я все понимаю, худеть зимой дома пока никто не видит, но продолжать сидеть на диете здесь, когда такая кухня, такой ресторан, такой выбор блюд, сотни, сотни блюд, а вот она идет мимо всего этого с тарелочкой, в которой два кусочка брокколи. Ну, реально жалко таких людей. И когда где-то в ресторане падает вилка или звенит посуда, я реально переживаю, что кто-то из них потерял сознание. Вот, ну, это, знаете, это странно. Это как вот весь год копить на поездку в Диснейленд, да, приехать вокруг американские горки, да, аттракционы, а ты говоришь, нет, спасибо, я здесь возле входа на качельках. И всю неделю, уи-уи, уи-уи, уи. Я не против диет, я не против того, чтобы люди худели. В конце концов, нас на планете уже 7 миллиардов, и если каждый из нас будет занимать чуть меньше места для... Ну, для остальных это будет только в плюс, да. Я против того, что вот похудение стало каким-то массовым психозом. У нас, если раньше лишний вес себе могли позволить только богатые люди, да, то сейчас худеют все подряд студенты, пенсионеры, учителя с зарплатой 2000 гривен. Куда ей диета, да, если ее зарплата вообще не предусматривает сам факт питания. Опять же, кому-то диета дается легко, кому-то намного тяжелее. Вот взять наш кварталовский балет, да, какие у девчонок фигуры. Это при том, да, вот спасибо. И это при том, что каждая перед концертом в гримерке съела по 4 бутерброда, запила сладким чаем. Это все к тому, что вот эти разговоры о том, что нельзя есть после 6, это полная ерунда. Есть нельзя после 30. В чем желательно вообще, да. Ну вот тем, у кого не получается похудеть, я хочу честно вам сказать, не спешите расстраиваться. Было время, когда я был очень худым, при этом же росте во мне было 70 килограммов. Ну, что вам было удобнее, девушка, это вот как при вашем росте, если бы вы весили ноль. Я не скажу, что это было очень красиво, потому что на своих студенческих фотографиях я не очень похож на фотомодель. Знаете, скорее на бродячую собаку, которая зашла в институт погреться и случайно поступила. Я помню, каково это быть худым, когда ты утром надеваешь рубашку и боишься порвать ее локтями. Когда ты настолько худой, что тебе больно сидеть, извините, на собственной заднице. Вот вообще, что обидно, у большинства мужчин за всю жизнь так и не получается побыть в роли мачо. Вот, ну, пока молодой, нет денег на то даже, чтобы нормально одеться. Пока научился зарабатывать, уже появился животик. Пока пошел в спортзал, привел фигуру в порядок, волосы начали попадать. Поэтому, естественно, что все мы очень сильно завидуем тем редким из нас исключением, у которых все в порядке, у которых торс Аполлона, идеальный рельеф, ровный загар, депиляция, маникюр. Это очень красиво, но мне кажется, что у нормальной женщины при виде такого закрадывается все-таки червячок сомнения, что, я кто кажуть, не для ней мама квиточку растыла. Ну, да бог с ними, да. Все эти диеты, спортзалы, они занимают много времени, отнимают много сил. Естественно, появляются замечательные коммерческие предложения стать красивым быстро и не отрывая попу от дивана. Вот эти все замечательные рекламы, какой-то электропластырь для идеального пресса. Две минуты в неделю, и вы чемпион мира по бодибилдингу, да. Накладные бицепсы, да. Купите два трети бесплатно. Утягивающее белье сделает вас суперсексуальной. Кому мы верим, да? Даже если в этом утягивающем белье дело и дойдет до секса, то его не будет. Он невозможен. Потому что снять этот скафандр в темноте и без посторонней помощи просто нереально. Ну и, конечно, апогей гонки за красотой это пластическая хирургия. Тут отдельный разговор. Я лично, ну, не сторонник, потому что, как по мне, это нечестно. В первую очередь, по отношению к любимому человеку. Ну, потому что, знаете, вот по природе мы же выбираем себе красивого партнера для того, чтобы потом появилось красивое, соответственно, здоровое потомство, да. А вот сегодня при нынешней пластической хирургии можно жениться на супер-супер-супер-супер-супер модели, да. А у тебя родятся девочки с такими шнобелями. Да, как будто Аист не донес их до Еревана. Вот и... Ну, и опять же чувство меры. Есть ощущение, что его хирургии удаляют вместе с родинками. Ну, просто, если уж девушка решила накачать себе губы, да, то она будет качать до тех пор, пока не только все вокруг их увидят, а и она сама. Возможно, кому-то это кажется очень сексуальным, но у меня при виде таких красоток возникают, в первую очередь, чуть другие вопросы. Например, ну, не выпадает ли у нее еда во время завтрака, да, или... Или вот, когда бежит, не бьет ли она себя ими по щекам? Пластическим хирургам им же выгодно, да, чтобы у них были постоянные клиенты. И они каким-то образом подсаживают людей на это дело. Вот все же начинается, да, давайте для начала разгладим вот морщинки на лбу, да. Мне кажется, что вот во время этого первого укола вот в лоб, да, хитрые хирурги вводят иголочку чуть глубже, да, и морщинки разглаживаются на мозге, и... все, да, и... мозг становится гладким, и с таким пациентом намного легче же договориться, да, и про губы, и про грудь, и про липосакцию. Вот. Ну и... Вот ведь действительно есть сумасшедшие, которые делают сотни пластических операций, чтобы быть похожими на куклу Барби. Я в интернете видел их фотографии, ну... Ну, если честно, да, на Барби там похоже максимум двое, остальные больше похожи на другую куклу. Помните, вот это в детстве была такая заводная обезьяна с двумя чемоданами. Вот и они ходят с двумя чемоданами, там косметика, потому что надо как-то маскировать то, что с ними сделали хирурги. И дело не в качестве этих операций, мне кажется, вот само направление не то. Не надо быть всем похожими на Барби, мы все разные, и именно этим мы как-то друг друга привлекаем. Вот даже... Даже посмотреть на тех, кто приехал на фестиваль, да, Влад Яма, он не очень похож на груду мышц, да, но вот на его этих танцевальных сектах женщины смотрят на него так же, как в мультике про Маугли бандерлоги смотрели на Питона Каут. Вы слышите меня? Мы слышим тебя, Влад. Аня Бессонова, да, если бы на Олимпиаде она вышла на гимнастический ковер, представлять страну с силиконовой грудью седьмого размера, я думаю, нас бы это не сильно порадовало, да, повеселило бы, безусловно, но не порадовало бы, да. Васе Веростюк, его же нельзя назвать стройным парнем, но пойди ему это скажи, и... Во всех нас есть какая-то своя фишечка, да, я вот, например, могу с очень умным лицом говорить очень глупые вещи, да, и даже эта странная способность позволила мне в свое время завлечь самку, и... Просто если все мы будем стройными как Барби и накачанными как Кен, то нам будет сложно чем-то удивить друг друга, тогда нам на пляже, чтобы показать свои мышцы, придется засовывать стринги еще глубже, и... А это может привести к серьезным травмам. В общем, вывод из всего, что я тут наговорил, очень простой и понятный. В этой всей погоне за красотой давайте все-таки не забывать о том, что нужно оставаться самим собой и по-прежнему давайте носить плавки с обеих сторон. С вами был Валерий Житков. Спасибо, что пришли. Спасибо, что выслушали. До свидания. Тамбовский ул! Добрый вечер. По традиции привет вам от всего авторского цеха нашей студии. Они за кулисами сейчас стоят, им будет приятно если вы им поаплодируете. Спасибо большое. Так получилось, что эту тему мы сегодня уже затрагивали и еще будем затрагивать. Как-то вот так не сговариваясь все написали в одну сторону видимо наболело. Про технику хочу поговорить про современную, про гаджеты, про девайсы, про всякие. Просто наша жизнь сегодня без них ее невозможно представить и где бы мы ни находились в какой бы момент они все равно нас так или иначе сопровождают. Я, например, свой день легко могу описать с помощью приборов. Сначала будильник, потом чайник, микроволновка, лифт, автомобиль, навигатор. лифт в офисе, компьютер, кофемашина, компьютер, опять автомобиль, лифт, микроволновка, телевизор, телевизор, ноутбук с сериалом, опа, будильник. И все это одной рукой, потому что во второй руке все это время телефон. Техника, она развивается какими-то немыслимыми темпами. Я застал компьютеры, которые, вы удивитесь, но они делали только то, что ты их просил. Ты нажимаешь клавишу А, он печатает А и просто ждет. Сейчас у меня дома стоит коробка. Я вроде хозяин, но у меня есть подозрение, что он мне уделяет максимум процентов 5 своего времени невозможно. Он постоянно что-то качает, хрустит, шумит, гудит. Он постоянно чем-то занят. А если вдруг мне нужно срочно что-то запечатать, у него находятся дела поважнее. Подожди со своим вордом. Надо установить новый флеш-плеер. Это улучшит работу компьютера. Какую работу? На кого ты, сволочь, работаешь? Просто надо напечатать текст. И вот техника, она вроде бы должна отражать уровень развития человечества. Да, получается так, что чем умнее техника, тем глупее становимся мы. Вот можете поднять руку, у кого есть смартфон? Не, ну на самом деле, я повторю просто, видимо, плохо. У кого есть смартфон? Поднимите. Просто те, кто не поднимает руку, я так понимаю, двумя руками сейчас играют просто. А теперь поднимите руку тех, кто хоть чуть-чуть понимает, как он там все работает. Да вы что? Вы реально понимаете или вы просто не успели со всеми сначала поднять? Единственное, я понял, что я понимаю в смартфоне, это то, что он работает так, чтобы как-то выкачивать из нас деньги. Вот я объяснил. Наверняка все заметили, что когда выходит новая модель, вот, например, восьмой, да, то сразу появляется какое-то суперважное обновление для твоего седьмого и написано, что вот если ты его установишь, то он станет, ну, почти как восьмой. Ты естественно его устанавливаешь, и что? И ты видишь, как у тебя на глазах твой седьмой превращается максимум в третий. Тоже все сразу тупит, глючит и не работает. Ты понимаешь, да, вот можно, можно, вы заметили, да? И ты понимаешь, что тебя тупо используют, что тебя шантажируют, заставляют купить эту самую новую модель. Это подло, нечестно, и ни в коем случае не стоит идти на поводу этих алчных торгашей, но восьмой такой клевый, он совсем другой, у него кнопка не щелка, шмяк, и вот эта штука справа, и мегапиксели, а потом будет девятый, на следующий год десятый, и все будет то же самое. Вот эти производители гаджетов, это самые циничные барыги вообще за всю историю, чего стоят одни только электронные сигареты, модные, стильные, да, самое главное, вот этот, что может быть циничнее этого лозунга, они не так вредны и для здоровья. Мы же понимаем, что для человека, который курит, фраза «не так вредны» она звучит примерно как «офигительно полезны». Ну и вообще, что значит «не так вредны»? То есть, если на обычных пачках пишут «курение вызывает импотенцию», то здесь что-то вроде «Минздрав предупреждает», «не переживай, ты просто устал». Я так понимаю, что скоро появится электронная бутылка. Ну, тоже такая стильная, красивая, с жутко полезным для здоровья бухлом, и купишь ее долларов за 400, и все, ты уже не банальный алкаш, а, например, алка-юзер. Это у тех цирроз, а у тебя что-то совсем другое, у тебя мега-печень, и это жутко стильно. Это все полбеды. Я веду к тому, что в следующем году в продажу официально поступают роботы для секса. Дожили, да? Все. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. На первый взгляд, это удобно, да? Это не надо ухаживать, тратиться. В этом-то и ловушка. Если на телефонах из нас вытягивают такие деньги, то страшно представить, на что будет способна робот-телочка. Там просто такое поле для бизнеса. Там обновления, приложения, насадки. Скачайте «А». Установите «О». А на выходных сели вместе с роботом в машину и поехали выбирать зарядку, потому что вы, люди, в этом вообще ничего не понимаете. А там же в магазине будут скандалы, вот эти валяния на полу. Хочу адаптер. Просто наивно думать, что вот эти разработчики, они вложили в это миллионы долларов просто для того, чтобы у всех людей на земле был замечательный секс. Пока вы будете иметь своего робота, разработчики будут иметь вас. Вы будете спать в одной постели с агентом по продажам. с хитрым, коварным, который всегда найдет к вам подход. Слушай, этот матрас так скрипит. Давай я закажу в интернете новый за 299 долларов. Или, хозяин, я так хочу попробовать секс втроем. Давай купим еще одного робота. А еще сексуальные роботы будут вытеснять своих непосредственных конкурентов. Они будут шептать всякие гадости про женщин. Это толстая, та храпит. Это пользуется твоей бритвой. Не веришь? Вот видео. А у этой вообще нет мозгов. Вот МРТ. Ну, у секс-робота просто столько вариантов заставить тебя делать то, что ему нужно. От банальных слов до физического защемления в нужный момент. Кто-то скажет, почему это вообще должно нас волновать? Такие роботы это игрушки для богатых извращенцев? Поначалу да. Сначала богатые извращенцы, потом не очень богатые, потом просто извращенцы. Вот я, в принципе, всех людей и перечислил. На крайняк появятся роботы на литовских номерах, которые будут доступны вообще всем. Просто вспомнить, Виагра изначально вообще выпускалась для сердечников, да? А сейчас ей пользуются все, кому не лень. Вернее, наоборот, как раз вот все, кому лень, да. Кстати, я, ну, просто я забыл как-то в начале роботов вот таких будут выпускать и для женщин. Я просто вижу, что некоторые как-то начали волноваться в зале. Так вот, это, ну, это будет общедоступная история и как любая техника, они очень скоро станут очередным привычным бытовым прибором, который есть в каждом доме. и мы понимаем, как зазвучит фраза, что после работы вся семья пришла и уткнулась в гаджеты, да? Вообще, само понятие семьи будет под угрозой, потому что это сейчас эти роботы неуклюжие, а потом они станут похожи на людей, а потом они станут лучше людей, красивее, выносливее, ловчее. они будут шептать вам только приятные вещи, не знаю, там, я после вчерашнего связалась по сети со всеми роботами и наше общее мнение среди людей тебе равных нет. На фоне этого заниматься любовью с человеком станет неинтересно, нелепо и старомодно, ну, примерно, как сейчас, ездить на работу на коне или носить на ремне маузер. Если это произойдет, за это придется как-то оправдываться перед друзьями. Ребята, я вчера так напился, что переспал с живой женщиной, знаете, какой кошмар, это животное какое-то просто. А потом придумают электронных детей, которые тоже будут лучше, которые будут вовремя ложиться спать и без скандала ходить в садик, и все, мы вымрем, просто вымрем, и кто-то скажет, и что, я просто не буду покупать этого секс-робота, и все, да. Это не сработает, у него есть ноги. Он сам придет и найдет тебя. И ты не устоишь. Как устоять, когда тебя соблазняет нечто с внешностью Скарлетт Йоханссон и интеллектом Вассермана? А добавьте к этому силу кличко, и возможности отказать у вас вообще нет. Я сейчас уже советую, знаете, прежде чем ложиться в постель с незнакомой девушкой, пусть она сначала докажет, что не робот. Знаете, обычный тест, вот рисуете от руки четыре цифры на листе, если сможет прочитать, значит, не робот, если не сможет, робот, либо настолько тупая, что размножаться с ней не стоит. В общем, до выхода этих роботов в продажу осталось всего полгода, и я предлагаю не терять время даром, и за эти полгода давайте научимся в постели вот чему-то такому особенному и невероятному, знаете, чтобы когда роботы нас увидят, чтобы они просто подняли руки и сказали, извините, мы на такое не подписывались. В общем, вот такая какая-то у меня идея, так что давайте хотя бы сегодня вечером отложим в сторону телефона и как-то будем друг друга любить, что ли. Любви вам и поменьше гаджетов. Спасибо. Тамбовский волк! Тамбовский волк! Валерий Житков! Тамбовский волк! Включайте! Тамбовский волк! Валерий Житков! Давай, браток! Добрый вечер, Одесса! По традиции, привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Спасибо, им очень приятно. Как всегда, вышел немножко поумничать. Тема сегодняшнего урока «Демократия». Замечательное изобретение во главе угла свободы личности. Каждый имеет возможность и право высказать свое мнение, каким бы странным оно не было и каким бы странным не был способ этого высказывания. Вот. Все это замечательно, все это так, но если бы это действительно было так, я бы, наверное, не начал об этом говорить. А начал я об этом говорить, потому что я считаю, что это все вообще не так. А все вообще наоборот, потому что чем больше свободы вокруг, тем меньше свободы лично у меня. Эта мысль зрела во мне давно, но вот окончательно она укрепилась совсем недавно во время одного грандиозного события. В моем городе прошел гей-парад. Я специально не стал говорить в каком именно городе, возможно, в этом случае город пожелал бы остаться неизвестным. Так вот, в одном из городов, в городе Герои, между прочим, прошел самый настоящий гей-парад. Грандиозное зрелище, как я уже сказал, практически государственного значения, потому что для охраны порядка было привлечено аж 5000 полицейских. 5000 на гей-парад. Я так понимаю, что планировалось, что в колонне будут идти ну очень высокопоставленные люди. с самого утра перекрыли центр города пробки жутчайшие. Не надо говорить, что водители, как они называли тех, кто марширует, да, даже те, кто был не в курсе, угадывали с первого раза практически. Вот самих этих марширующих, их было около 2500, я посмотрел видео. Как по мне, далеко не все там были похожи на геев и лесбиянок. Я просто в такой сфере работаю, что прекрасно знаю, как они выглядят, как они одеваются. А тут было больше похоже на то, что, знаете, парень пришел со школы и сказал бабушке, что ему срочно нужен костюм гея. И она нарядила его так, как она это видит. Может, я, конечно, наговариваю, это были не геи, а какие-то просто неформалы, либо друзья геев, или родственники. Вот, может быть, кто-то прибился к демонстрации просто в надежде, что в конце, как всегда, будут раздавать гречку. В общем, вот, что касается на парад, это не очень походило, потому что парад, это же все-таки какие-то элитные войска, да, отборные. Вот, а тут больше было похоже на наспех собранное ополчение. Вот, ну, как-то так, я так понимаю, это была разведка боем, а основные силы наблюдали из окон горсовета и других государственных учреждений, но власти просто по-любому к этому причастны, потому что они потом с таким материнским трепетом описывали свое детище, гордились гордились тем, что вот две с половиной тысячи это в три раза больше, чем в прошлом году, то есть поголовье геев в городе растет и прогресс налицо, как бы вот Европа, смотрите, куда уходят деньги, да, мы с коррупцией пока как-то хроменько боремся, но зато по геям план перевыполнили аж на 300%, у меня претензии не к геям, не к параду, у меня вопрос, почему центр город, просто я тоже хочу свободы, у меня в кои-то веке выходной, а я вместо того, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью в демократической стране, полдня стою в пробке и жду, пока геи намаршируются, аж сообщили, что марш организован для того, чтобы общество изменило свое отношение к меньшинству, я поздравляю, у вас получилось, если раньше мне было тупо пофиг, то сейчас четко идите нафиг, потому что ну почему я опять кого-то должен пропускать вперед, кому-то вступать место, ладно там бабушки, беременные, но что у нас за новая категория льготников в стране, если бы дело было только в геях, все больше появляется каких-то организаций, движений, которые требуют к себе какого-то особого внимания, навязывают свои правила, заявляют о себе, причем непременно со скандалом, им нужно голышом ворваться в церковь, или там залезть в окно мясного ресторана с плакатом «хватит уже есть себе подобных», никто же не притесняет вегетарианцев, ешьте, что хотите, но среди них обязательно найдутся такие, которым мало просто сидеть и пережевывать траву, им обязательно нужно упрекнуть остальных, что есть мясо это аморально, я отвечу тем же оружием, ребята, раз вы так заботитесь о судьбе животных, зачем вы съедаете их корм, в таком случае ешьте те растения, которые животные не едят, либо те, которые они уже съели, а что кролик, между прочим, одно и то же три раза ест, вот это я понимаю забота о природе, прежде чем упрекать, нужно доказать, что от вас есть какая-то польза, я не знаю, соберитесь в субботу где-то в парке, разбейтесь на группы, одни пусть съедают всю амброзию, вторые тополиный пух, да, вам аллергики в этом же парке поставят вот такой памятник, у вас одни разговоры, кушать свинину негуманно, а жрать зародыши пшеницы это просто верх благородства, в этой пшенице может быть тоже могли быть дети или хотя бы зародыши, хорошо, мы с завтрашнего дня все как один не едим свинину, мы больше не едим свиней, что с ними делать? открыть загон и сказать свиньи, аллилуйя, вы свободны, и пусть они разбредутся по городу, будут рыть носами клумбы, спать в лужах посреди тротуара, а мы будем аккуратно переступать через их туши и при встрече виноваты отводить взгляд, потому что наши отцы и деды негуманно вели себя с их дедами и отцами. Господа вегетарианцы, не надо строить из себя спасителей нашей планеты, на земле именно растения производят кислород, источник жизни. Хватит эти растения поедать, нам с нашими свиньями нечем дышать. Еще один бзик, особенно женщины любят эту штуку, это сыроедение. Дорогой, продукты нужно есть такими, какими их создала природа. Знаете, в чем фишка? Она просто не умеет готовить. Она очень хитрая, плохая хозяйка. Завтра она скажет, что эти сырые овощи нужно есть непременно из немытой посуды и исключительно в нестированных штанах. Так лучше усваивается. Я вообще, мужчины, если вас пытаются подсадить на здоровое питание, у меня один совет, бегите. Бегите сейчас, потому что потом сил бежать у вас уже не будет. У меня в творчестве много всяких шуточек про женщин. Вот после одного из концертов подошла дама и сказала, Валерий, «А вы сексист?» Я поначалу так засмущался, говорю, спасибо, конечно, но я женат. А потом посмотрел в Википедии, оказалось, что сексист это типа я неуважительно отношусь к людям другого пола. Послушайте, дама, если вы нас смотрите, просто у меня дома теща, жена, дочь, вторая дочь. Если бы я не любил женщин, я бы не занимался их разведением. Я очень люблю женщин. Мне нравится, как они выглядят, как они двигаются, как они смеются, но феминистки кричат «прекратите воспринимать нас как объект сексуального влечения». Хорошо, но в чем тогда смысл всех акций движения «Фэмин»? Не воспринимайте нас как объект для секса, а лучше посмотрите, какие у нас сиськи. Я при всем уважении, девочки, но как бы вы не стремились к равенству полов, но в данном случае логика у вас чисто женская просто. Вообще, зачем у нас феминизм? Вы посмотрите на улицу, у нас даже асфальт кладут женщины. Нигде в мире нет такого равенства полов. Это просто апогей феминизма. А если серьезно, никто же не против, чтобы женщины занимались бизнесом, чтобы они ездили за рулем, пусть даже таким странным способом. И у нас женщина может стать президентом, может, конечно, и не стать, но пробовать она по-любому еще раз будет. И вот этих, знаете, этих особенных, их с каждым днем все больше и больше. и сегодня, если ты не голубой, не веган, не хипстер, не какой-нибудь вайпер или черт знает кто еще, то с тобой явно что-то не так. Свобода в обществе достигла такого уровня, что человек без отклонений, как это ни парадоксально, начинает чувствовать себя неполноценным. У меня такое предложение. Давайте те, если такие еще есть, те, кто по старинке любят заниматься сексом с представителями противоположного пола, своего вида, это важно, да. Те, кто ест еду просто потому, что она вкусная, мужчины, которые подают женщинам руку, и женщины, которые за это не подают на мужчин в суд, давайте тоже как-то соберемся. Я ни к чему не призываю, мне просто хочется убедиться, что я такой не один. не надо ничего маршировать никуда или перекрывать улицы, давайте просто постоим, пообщаемся. Единственное, вот у меня просьба к властям, можно нам на эту акцию, ну не пять, ну хотя бы три тысячи полицейских, потому что кто его знает, как к нашей серой массе отнесутся яркие индивидуальности. Спасибо большое, спасибо Одесса, с вами был обычный человек Валерий Житков. Тамбовский волк! Спасибо, Валерий! Ну что ж, мы продолжаем. Встречайте Валерий Житков! Добрый вечер всем! Привет от всего нашего многочисленного авторского цеха. Фестиваль «Море. Прекрасное настроение». Знаете, чтобы все это не было таким приторным, да? Немножко черного юмора в вечернем квартале. Странная радость, но ладно. Итак, когда человек уходит о нем либо хорошо, либо ничего, но иногда бывают такие люди, что хорошего сказать нечего, но и промолчать не получается. Панихида по очень плохому человеку. Дождь, зонт, все в черном. Добрый день всем, кто собрался. Сегодня в нашем городе большой праздник. Мы прощаемся с Николаем Петровичем. Не сдерживайте слез, плачьте, плачьте. Покойному нравилось, когда люди плачут. Николай Петрович, вот его памятник 2019-1965. Дату смерти специально поставили первой, потому что это несоизмеримо более важная дата в жизни Николая Петровича. Он прожил короткую, но очень длинную для других жизней. Он столь кого не успел сделать и это здорово. Сегодня мы прощаемся с телом, но не с душой. Все знают, что души в этом теле никогда не было. Своей кончиной Николай Петрович поставил в тупик даже патологоанатомов. Они и не подозревали, что в человеке может быть столько дерьма. давайте вспомним его таким, каким он был. Его сутулую фигуру в плаще на голое тело, выгуливающую своего непривитого питбуля на детской площадке. Посмотрите, сколько людей сегодня пришло, сколько людей хотят лично удостовериться, что Николай Петрович точно все. Хватит, хватит, хватит тыкать в покойного палку. Мы проверяли там все супер. Кладбище, на котором мы сегодня хороним Николая Петровича выбрано не случайно. Для него это знаковое место. В свое время, чтобы построить дом, он снес здесь несколько десятков могил. Также мы не можем забыть ему незаконно приватизированный ботанический сад и часть городского пляжа, поэтому, чтобы его дела не пропали даром, мы похороним его везде по частям. Жаль, жаль, что на похороны не смогли приехать сыновья Николая Петровича. Один смотрит «Игры престолов», а второму нужно разобрать в гараже. «Как они похожи на отца». Впрочем, некоторые его дети сегодня пришли с ним проститься. Это дети Николая от жены его родного брата и дети от жены его лучшего друга. Итак, дорогие родственники, в этой маленькой коробочке лежит то, что покойный захотел передать вам после кончины. Хирурги исполнили его последнюю волю. И вскоре мы узнаем, кому же из вас достанется наследство Николая Петровича. Здесь же и записка с его завещанием. В ней всего два слова. Первое я прочитать не могу, а второе вам. Все помнят, что покойный был выдающимся общественником, поэтому мы сегодня хороним его в его любимой одежде оранжевый шарф Ющенко так и теплая зимняя куртка партия регионов. Вот таким он был. За свою жизнь Николай Петрович очень много сделал для детей нашего города. Очень много. И спайс, и амфетамин, и ЛСД. И неудивительно, что сегодняшний день по-настоящему объединил людей. Я знаю, что даже самые отъявленные атеисты искренне верят и надеются, что Николай Петрович попадет в ад. Вот и все. Почетный караул дает прощальный залп. На всякий случай еще один залп. Теперь залп в воздух. пара. Давайте же почтим Николая Петровича минутой молчания. Ну хватит. А сейчас приглашаем всех скорбящих на прощальный ужин в караоке бар. Посидим, помянем, попоем. Спасибо большое. Долгих лет жизни и хороших эпидемий. Валерий Житков. Валерий Житков. Тамбовский вон. Добрый вечер, Одесса. Я, если честно, очень люблю этот город. И я уверен, многие любят этот город. И насколько я знаю, одесситы сильнее всех любят этот город. Ведь так, одесситы. Все одесситы очень любят Одессу и очень гордятся ее историей. И у меня по этому поводу один маленький вопрос. Никому из одесситов не приходила в голову мысль, чем конкретно гордимся. Я к тому, что, как по мне, то гордость это не совсем то чувство, которое стоит испытывать к истории на 70% состоящие из уголовки. Я просто был на экскурсии «Криминальная Одесса». Так вот, экскурсовод рассказывал про бандитов и беспредел с таким вдохновением и любовью, что я сознательно отказался идти с ним в катакомбы. Ну, реально, Сонька Золотая Ручка, Мишка Япончик из первой десятки самых популярных одесситов не воровала только Анна Ахматова. И то, возможно, ее просто не поймали. Ну, к примеру, она была очень хороша в этом. Подсаживалась на вокзале к заезжему туристу и начинала так на лавочке. Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? А человек только с поезда нормально не спал, да, и от того, что я терпкой печалью напоила его допьяна. Такая стихотворная клофелинщица. И только человек задремал сразу бах по карманам. Ну, просто это Одесса, тут стихами не проживешь. Я не говорю, что так было, я не призываю разлюбить Одессу и Ахматову. Я хочу узнать, задумывался ли кто-то, что все могло быть совсем не так, как принято считать. Есть в зале киевляне? Есть? Поднимите руки, просто мне интересно. Раз, два, три, девять. Дожили. Уже и столица не может себе позволить отдых в Одессе. Киевляне, вопрос к вам. Приходила кому-то мысль, что Киев, Щек, Хриф и Лыбедь не могли вчетвером основать город. Физически не могли, потому что город, это же много людей. И даже если сестра Лыбедь была вообще без моральных принципов, все равно в этом случае Киеве логичнее было приплыть с тремя сестрами. Математически шанс основать город был бы выше. На самом деле, наверное, было как. Они приплыли и на месте будущего Киева уже было какое-то поселение. И тут высаживаются три вооруженных до зубов амбала и начинается. Кто старший, что за поселок, где-то иди сюда. Я Панас, поселок Панасев. Прикольная логика. А я Ки, значит, будет Киев. Извини, Панас. Пятый век, такие времена. И тут братья, а может быть назовем город как-то Ки-Щек-Хариев там или да. Не, все, брат, Киев, значит, Киев. Лыбедь, ты как? Я не, я вообще без амбиции, вы там моим именем станцию метро назовите, мне нормально. Я просто, ну, раз не могло быть так, как все говорят, то возможно, что могло быть как-то иначе. К чему я все это веду? Я нашел статью, и там описана статистика. Статистика гласит, что всего 5% населения способны критически оценивать получаемую информацию. Всего 5. 5, а не 24, как считают те, кто голосовал Запорошенко. Да, этих людей я бы классифицировал так, они умеют оценивать информацию, но для этого им нужно больше, чем 5 лет. Я не о них и не об этом, я об этой статистике. Всего 5%. Страшная цифра. Я думаю, каждый из сидящих в зале сейчас подумал «Боже, как нас мало». Реально, один к двадцати. Чтобы было проще представить, из всех, кто сегодня выступает на этой сцене, реально умеет думать только один человек. Кто-то один. не нужно быть тонким психологом, чтобы понять, что человек, который произносит информацию о 5% вслух, автоматически причисляет себя к этим 5%. Хотя на самом деле все это чушь. Потому что что такое умный? Как определить, кто умный, а кто нет? На сегодня есть всего один официальный измеритель ума, это тесты IQ. Как по мне, очень условный определитель, потому что все эти нудные, одинаковые арифметические задачи на знание простейшего сложения, умножения и алфавита, это все невыносимо. И как по мне, единственное, что можно измерить тестами IQ, это терпение. Не сложно догадаться, что раз я критикую IQ-тесты, значит я не очень успешен в их прохождении. Это так. Скажу честно, когда я прошел первый раз, я ожидал от себя большего, но потом раскрылся секрет. Оказывается, если проходить один и тот же тест, то ваш IQ будет неуклонно расти. Если нет, то у вас действительно проблемы. Вообще, в целом, я склонен верить, что все люди как один способны думать. Иногда, конечно, мою теорию подрывают те, кто покупает грибы на трассе и лечит язву самогоном. Ну, кто такое. Опять же, опыт показывает, что умный в одном направлении может быть абсолютным дурним во всех других направлениях. Пушкин плакал на уроках арифметики, Чехов два раза в гимназии оставался на второй год. Еще один пример Анатолий Вессерман, кстати, тоже одессит. Безусловно, умен в плане количества знаний, хранящихся у него в голове, но при этом в студенческие годы Анатолий поспорил, что останется девственником и, что интересно, обещание свое до сих пор не нарушил. Возникает вопрос, то, что имеет Вессерман, это точно ум? У меня свои критерии определения уровня интеллекта. Это наличие чувства юмора. Просто для того, чтобы засмеяться, мозг должен проделать какую-то работу. Он должен решить определенную задачку. От самой простой в стиле «О, человек поскользнулся, упал, ему больно, мне нет, значит, ха-ха-ха-ха-ха-ха». До самого сложного уровня, когда упал ты, когда тебе больно, но ты смеешься, потому что представил, как это выглядит со стороны. И потому что так не так больно. Ученые установили, что некоторые животные, обезьяны, собаки тоже могут смеяться, но животные смеются, когда им хорошо. Только люди умеют смеяться, когда им плохо, и только люди умеют смеяться над собой. Я смелился озвучить эту мысль именно в Одессе, потому что в этом городе уж точно нет проблем с самоиронией. Так что, дорогие одесситы, хватит гордиться бандитами. У вас есть Ильф, Петров, есть Жванецкий, да и мы достаточно часто заезжаем. Нами тоже можно немножко гордиться. Мы, конечно, не настоящие одесситы, но очень упорно боремся за это звание. Спасибо большое. Валерий Женков. Валерий Женков. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров